Практическая психология Ну, на самом деле, да, и вот то, что ты сказала про красивые блокноты, красивые ручки, это всё имеет место быть, потому что гораздо приятнее писать в красивом блокноте, красивой ручкой, да, и это даёт какие-то дополнительные эстетические чувства, тренирует. А вообще письменные практики — это такой формат психологической методики, когда люди могут при помощи письма погрузиться в себя, устроить свидание с собой, как я говорю на своих встречах, может быть, как-то лучше осмыслить какие-то вещи, выплеснуть негативные эмоции. То есть всячески взаимодействуешь со своим внутренним миром. Да, взаимодействуешь со своим внутренним миром и структурирование того, что есть в голове, и даже, может быть, каких-то мыслей, которых в голове не было. Вот, например, самая такая, скажем, ну, письменные практики мы делаем все, даже те, кто составляет список покупок в магазин, они структурируют то, что им нужно купить, это всё равно своего рода письменная практика. Если говорить с точки зрения психологии, самая, пожалуй, такая распространённая и простая письменная практика — это фрирайд. Джулия Кэмерон, автор книги «Путь художника», называет её утренние страницы, когда мы встаем утром и выгружаем все мысли из головы на бумагу. То есть вот то, что там тебя ночью мучило, там, да, какие-то… В последующие дни вот просто берём и начинаем писать потоком, не анализируя, не размышляя там… Без запятых, без точек. Да, и даже там междомедия, незаконченные предложения, главное — выгрузить. Вот Джулия Кэмерон рекомендует эту практику — ставить таймер на 15 минут, чтобы за временем не следить, и вот пока это время идёт, пока таймер не прозвенел, всё писать. Кто-то рекомендует писать три страницы, ну, то есть у всех почерк разный, опять же, я склоняюсь к таймингу. Но здесь удобно то, что человек выгружает, и если сначала у него идёт такое хаотичное «я не знаю, что писать» и прочее, а писать нужно всё без перерыва, «я не знаю, что писать», лезет какая-то ерунда в голову вот это всё выгружать, то потом у него уже может там прийти какой-то план действий в голову. Либо если какая-то неясная ситуация, то есть прояснить вот эту практику очень помогает. Вот как-то это связано, ведь, да, например, сейчас нейропсихологи говорят, что рука и мозг, они взаимосвязаны. И вот когда мы берём ручку в руки и начинаем какие-то знаки, буквы писать на листке, то в это время начинает наш мозг и как-то наша душа взаимодействовать, да. То есть вот этот механизм, если кто-то хочет очень там сильно и глубоко понять, то это сегодня не про это наша программа, да. Наша программа более будет про чувственные какие-то моменты, да. То есть я вот знаю, что по утрам в нашем городе можно прийти к себе на встречу и заняться, например, попробовать на вкус, что такое письменная практика, да. Продегустировать, да. Продегустировать. Чаще всего какие бывают запросы? Ну, встречи, я вот вернусь немножечко к предыдущему, что ты говорила, да, что действительно, когда пишешь рукой, то мозг начинает работать по-другому. Поэтому сегодня, когда большинство людей говорят, я печатаю на компьютере быстрее, чем я пишу, всё-таки им рекомендуют делать письменные практики рукой, чтобы вот как раз эти нейропсихологические связи... Взаимодействовать, да. То, что касается встреч, то у нас у каждой встречи есть своя тема. Вот если можно чуть подробнее тогда проясню, что такое встречи. Это вообще формат завтраков с письменными практиками с блокнотами Тезора Ноутс. У блокнотов есть своя история. Они были придуманы издательством Ольгой Скребейко, которая главный редактор домашнего издательства «Скребейко». То есть они с мужем делают какие-то такие интересные вещи, решили вот сделать такой, ну, такой стать первопроходцами и сделать такой формат, которого до них ещё не было. То есть они соединили в этих блокнотах три интересных увлечения. Это читать книги, это учиться чему-то новому и вести дневники. Ну, как здорово, да? Да, и вот получился такой формат. Для современного человека, вроде бы, кажется, это так здорово, но вести дневники – это уже прошлое, да? Большинство сейчас скажет. Читать книги люди перестали читать книги, да? И это жаль. Да, и это жаль. А вот тут раз, и мы видим какой-то такой прямо готовый продукт, который тебя не оставляет в прошлом, а наоборот ведёт к развитию. Ведёт в будущее. Да, и вот как раз вот эти вот блокноты, когда был запущен этот проект, то домашнее издательство «Скребейка» предложили, вот Оля «Скребейка» предложила в разных городах проводить подобные завтраки с письменными практиками. Поскольку мы были достаточно давно с ней уже знакомы, и я так знаю её как интересного человека, который придумывает интересные проекты, я предложила, что я могу это делать в Кирове. И вот у нас сейчас уже 28 городов в этом проекте, и не только в России, есть Германия. Итак, вы встречаетесь, и на каждой встрече есть какая-то определённая тема, да? Да, мы придумываем заранее темы, я готовлю практики на эту тему. Ну вот у нас, например, одна из встреч, вот ближайшая встреча у нас будет как раз в подведении итогов лета и планировании осени. Вот мы сегодня об этом уже поговорим, да, потому что на самом деле... А когда ты впервые встретилась вот с этими, вот сама на себе испытала вот эти магию, или там, не знаю, письменных практик? Ну, мне кажется, знаешь, наверное, когда и все, когда в школе мы писали живые письма, я вот не знаю, ты писала живые письма, да? Да, я ещё писала такие дневнички всевозможные, да? Да, дневники, анкеты заполняли. Кого влюблена, кто влюблён в меня, да, анкеты заполняли. Вот, по сути дела, это и были письменные практики, просто мы на тот момент, наверное, не знали такого названия, вот те же дневники мы в детстве не наделяли какой-то терапевтической функции, не считали, что они нам помогут узнать себя, а мы просто записывали для себя какие-то мысли, события, ну, то есть... Рисовали что-то там. Да, рисовали, вот, а уже так более осознанно, когда, вот как раз формат письменных практик, это два года назад, как раз вот когда я начала вести эти завтраки, то есть я их до этого делала, но я не соотносила это. Я постоянно, вот, допустим, это же фрирайд, но я, кстати, его делаю редко, но, в общем, его рекомендуют в системе делать, это как такая гигиена ума, когда, ну, мы же ходим в душ, чистим зубы, да, кто будет чистить нашу голову, вот как раз эти письменные практики. Что там у тебя сейчас в голове, да, вот тебе листок бумаги и ручка, и попробуй сейчас прямо, да, выписать все мысли, которые тебе приходят. Да, и, кстати, очень здорово помогает, вот, если говорить про вот эту гигиену ума, очень здорово помогает выгружать какие-то негативные эмоции, когда, допустим, из-за чего-то злишься, с кем-то поругался, там какая-то есть ситуация, которая тебя мучает, можно взять и выгружать это все на бумагу, потому что бумага все стерпит, можно потом эту бумагу порвать, не знаю, выбросить куда-то еще жечь, но вот этот свой внутренний негатив и вот эти все мысли, они просто уступят мне какой-то ясности и спокойствию. И вообще надо заметить, что эти методики, они, на самом деле, очень-очень такие древние, я бы даже сказала, да. Еще известно, даже когда просто давали, ну, если человек умел писать, листок бумаги, да, и ты, например, мог написать какое-либо письмо своему врагу или своему другу. Да, есть такие методики. Причем это письмо не обязательно должно было быть отправлено, да? Да, и можно вообще не отправлять, и не обязательно врагу или другу можно писать такие письма кому-то, с кем ты хочешь прояснить отношения, можно писать мужу, можно писать, не знаю, самому себе в будущее можно писать письма. Да, мы, кстати, да, с помощью интернета можем увидеть, да, вот эти варианты этих писем, когда, например, ты можешь написать себе письмо от, например, там, 50-летнего себе, там, 30-летнему, или, наоборот, от 30-летнему, 50-летнему, да? Или написать и отправить по почте себе. А потом получить. А потом получить. Ну, а вообще, на самом деле, в вариантах письменных практик, их такое огромное количество, мне кажется, что, ну, их очень много. Ну, мы сегодня поговорим об этом, да? Есть ли противопоказания, вот, что, например, кто-то, вот мы говорим, практически каждый этим может овладеть, да, но, как и у любого средства, есть, наверное, какие-то отрицательные стороны. Ну, вот, если говорить про противопоказания, то я тут, наверное, сошлюсь на Дарью Кутузова, это гуру письменных практик, она нарративный психолог, и она вот как раз очень плотно и давно работает с письменными практиками, используя как основной элемент своей работы. Она рекомендует не делать письменные практики тем, кто находится в состоянии, может быть, глубокой депрессии. То есть не совсем не делать, а не делать без мендорства, без сопровождения. Потому что бывают такие ситуации, когда, погружаясь в письменные практики, человек может сам себя ещё сильнее загнать. Но это уже вообще такие, скажем, критические ситуации, когда надо идти к психотерапевту, и, возможно, там даже какое-то медикаментозное лечение. Вот, а в целом, ну, это такой простой элемент, такой простой, скажем, инструмент самопознания и самоисследования, ограничений, у которого фактически нет. Ну, где-то надо какие-то письменные практики, которые могут вскрыть какие-то сильные травмы внутренние, их, конечно, делать под руководством психолога. Это, возможно, там, проходя параллельно сессию психолога и делаете письменные практики дома. Но если в таком более лёгком состоянии, то есть их можно делать всем здоровым людям, абсолютно всем. Независимо от возраста, хоть в 5 лет, ну, не в 5, во сколько там дети умеют писать. Да, там от 7 до 99 и больше. И это такой, считается, что это самый лёгкий и доступный способ самоисследования и самопомощи. Потому что всё, что требуется, это вот блокнот, ручка и 15 минут тишины, чтобы тебя никто не трогал. Ну, и есть, конечно, такие, скажем так, техники безопасности. То есть, например, если вы ведёте дневник, если вы делаете письменные практики, то, конечно же, желательно, чтобы они были недоступны кому-то. Ну, то есть, чтобы хранить их так, чтобы, ну, скажем так, хранить их в недоступном месте для окружающих. Потому что иначе вы либо не будете искренне с собой в этих письменных практиках, ну, либо вы... Есть риск, там, какие-то вопросы ненужные получить со стороны... Окружающих людей, да. То есть в сейф, под подушку, ну, или в сумочке, да, всегда при тебе это может быть, да. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас конец лета, и многие, наверное, тоже какие-то подводят итоги. Как я провёл лето? Письменная практика у всех школьников будет на уроке русского литературы. Обязательно сочинения им зададут. Кстати, да, хорошая такая. Ну, а мы, взрослые люди, можем сейчас поговорить, как же можно вот эти самые письменные практики использовать для планирования будущего и, может быть, даже подведения итогов. Ну, как и любую методику, то есть вы просто садитесь, любые списки, это всё письменные практики. Можно использовать какие-то более метафорические практики, то есть не, скажем так, не прямые, да, а как-то через игру, через метафору, через какие-то образы, чтобы легче было вспоминать и писать. Вот, например, с точки зрения подведения итогов, ну, подведения итогов и, скажем так, простраивания будущего, той же Дарьи Кутузовой есть такое очень хорошее упражнение «Ёлочка». Когда вы рисуете ёлочку, и на каждый элемент этой ёлочки вы прописываете какие-то свои письменные практики. То есть ёлка, да, например, её начинают рисовать, как правило, с основания снизу, и основание – это то, с чем вы подошли к этому моменту. То есть, вот я ещё так скажу, как атмосферу себе создать. Это вот не просто где-то набегу, да, а где-то вот, допустим, найдите, ну, минут 20 тишины, спокойствия, где вас никто не потревожит, где вы можете погрузиться в свой внутренний мир, заварите себе чай, расслабьтесь и подумайте, вот проанализируйте свой год при помощи этой ёлочки, либо там своё лето. Основа – это то, с чем вы подошли к этому году. Дальше вот как раз всё пропишите, что на какой почве растёт ваша ёлочка. Дальше уже будем планировать, исходя из вот сегодняшней почвы, следующей, допустим, осень, да, следующие несколько месяцев. Ствол – это какая-то основная идея или основной проект, вокруг которого будет вращаться ваша жизнь вот это всё время. Отлично. Ветки – это какие-то ситуации, идеи, проекты, то, что вот будет наполнять. Вот ярусы, да? Скажем так, более мелкие детали. Потом, что там ещё у нас есть? Есть шарики на этой ёлочке. Шарики – это какие-то яркие моменты, которые вы хотите обязательно увидеть в своей жизни. Так. Моменты радости, потому что очень часто же планирование строится под девизом «Надо умри, но сделай», да? Как ты самая мышка. Не умри, но сделай. Да. И поэтому я за баланс. Я считаю, что жизнь всё-таки должна радовать, и не только бежать надо куда-то сломя голову и достигать цели. Поэтому обязательно запланировать себе вот эти вот удовольствия, моменты радости, которые будут в вашей жизни. Причём вот ты сейчас мне говоришь, и мне прямо хочется сразу, знаешь, как можно больше шариков на моей ёлке, чтобы у меня это было, да? И, конечно же, хочется вот эту рождественскую звезду. Звезда. Звезда будет. Там будут ещё маленькие звёздочки. Даже маленькие. Это в небе которые? Да. Пусть они будут в небе. В небе это будут звёздочки желания. Отлично. Да, потом будет, можно сделать мишуру или гирлянды, это связи, которые есть между событиями и идеями. Опять же, возможность подумать, что из чего вытекает, какие события с чем связаны. События и идеи, да? И путеводная звезда, это, скажем так, ваш задел на более длинный срок, чем вы планируете. То есть для чего всё это делается, к чему вы хотите прийти, тот результат, которого вы хотите достичь, делая вот это всё. Может быть, более подробно прописать свой образ жизни. Отлично. Вот так. Вроде бы и рисуешь, и в это время рефлексируешь, думаешь, планируешь и анализируешь. Потому что, да... И желательно это всё прописывать. То есть, ну, как правило, допустим, вот если... Это не просто рисуночек такой, как я сейчас сделала, да? Да, здесь мы рисуем ёлочку, а здесь вот мы всё прописываем. Это такая возможность структурированно помыслить о своём прошлом и структурированно напланировать себе будущее. Потому что бывает же такое хаотичное планирование, вот тот же фрирайтинг, да? То есть, человек сел и выписывает всё, что пришло в голову. А здесь у нас уже так всё по полочкам разложено, что из чего вытекает. И, опять же, возможность пересмотреть, может быть, по-другому расставить акценты. Хорошо. Вот очень мне хотелось бы, чтобы мы с тобой уделили внимание, да, теме, когда мы, например, что-то спланировали, реализовали. И какие там следующие шаги должны быть в обязательном порядке, да, чтобы у нас оставались ресурсы двигаться дальше? Вообще очень хороший вопрос. Я сейчас расскажу про свою такую любимую систему создания проектов, которую я узнала из проекта. Есть такое, подскажи мне слово. Не знаю, какое. Скажем так, у древних индейцев есть такая система планирования. Ритуалов. Ритуалов, да. Определённых. Ну, то есть, она уже сейчас взята современным менеджментом за основу планирования своих проектов. Четырёхэтапная система планирования проектов называется на Dragon's Dreams. И суть её в чём? В том, что каждый проект, независимо, маленький это проект, не знаю, там, сделать уборку в квартире или какой-то огромный проект масштабный, он состоит из четырёх этапов. Его условно можно поделить на четыре этапа. Это идея, когда проект родился, потом планирование, действие, когда непосредственно всё это выполняется, и празднование. И вот очень часто так бывает, что если не завершены все четыре этапа, это какой-то незавершённый гештальт, и человек начинает на этом терять энергию. Например, кто-то идеи рождает, планирует, и дальше не идёт. И вот эти все... Такой самосаботаж, да? Вроде у меня идей много, но, знаешь, ни одной не реализовано, да? Да, действия не было, и вот это, получается, такой незавершённый проект, который оттягивает энергию. Либо завершаете, отпускаете, прощаетесь, там можно тоже какие-то письменные практики по этому поводу сделать, либо действуете. Потому что вот все незавершённые проекты, да, они ведь тоже у нас, как вот эти незавершённые гештальты, отнимают энергию, правильно я понимаю, да? Внимание туда утикает, и вот такая чёрная дыра. Потом чувство вины возникает, вроде там, да, и вот тут вот незавершённый проект, вот здесь незавершённый проект, да? Вот, а завершение это ещё и празднование. А давайте про это поподробнее. Празднование — это вообще такая очень ресурсная тема. Это то, что вы забираете из этого проекта энергию, которую вы туда вложили. То есть бывает же часто очень такое, когда идея, планирование действия, и дальше погнали делать. То есть рождать идеи, планировать действовать, а отпраздновать, то есть это не обязательно застолье, там, не знаю, с табором, цыганами, медведями. Празднование, оно может быть какой-то такой, иметь формат, который близок именно вам. То есть чтобы в душе было ощущение завершённости от празднования и наслаждения результатами своего труда. Ну, к примеру, да, например, ты понимаешь, что вот после этого сложного проекта ты две недели валяешься сидеть на берегу Средиземного моря. Да, в смысле сходится. Да, пьёшь коктейли и наслаждаешься там, да, морем и температурным режимом, который там есть. Устроила дома уборку, всё завершила, села, не знаю, там, устроила себе чаепитие с чем-то вкусным или просто повалялась с книжкой, не виняя себя, что вот ничего не делаю, валяюсь среди белых дней. Отлично, и так правильно я понимаю, что это чуть ли не один из самых главных вообще этапов. Если он у вас хорошо получается, следовательно, мы с вами можем смело опять рождать новую идею, планировать, реализовывать и опять праздновать, как можно следовать. И вот про празднование ещё хочу сказать побольше, да, это такая отчасти сакральная методика, потому что праздновать можно все незавершёнки, которые вам хочется отпустить от жизни, даже какие-то плохие вещи. Это как? Это вот как, вот, например? Есть какие-то вещи, которые ты не завершила, и тебе... Ну, вот, например, если что-то тяготит, допустим, условно, допустим, развод, да, вот, и вот эта вот вся история продолжается, она где-то, человек уже давно не в твоей жизни, а он в твоей голове, ты как-то вот мысленно ещё с ним ведёшь какой-то диалог, парируешь реплики. Это дело нужно как-то отпраздновать, да, отпраздновать, отпустить. И, может быть, отпраздновать и найти, что в этом хорошего, может, я не знаю, отпраздновать у всех ситуации разные, да, для кого-то развод празднует, для кого-то нет. Ну, действительно, есть семейные пары, которые шумно женятся, да, выходят замуж, и потом шумно разводятся, да? Да, условно, там, отпраздновать какую-то свою свободу и совершить, вот даже если так посмотреть в историю, да, вот похороны, это ведь тоже, по сути дела, празднование в таком не в смысле там радости и фейерверков, а в смысле ритуала отпускания и празднование жизни человека, да, что прощание. И вот с этой точки зрения, если смотреть на эту тему, то там как раз вот такой завершать-то можно многие очень дела. Да, и не только такие вот прямо, да, какие-то позитивные там, да, продуктивные, да, даже то, что тебя каким-либо образом тяготит, и тебе хочется с этим расстаться, да? У нас была тема празднования на одной из встреч, и там я давала практику, а вспомните, ещё, кстати, вот очень хорошая тема про празднование, это присвоение себе своих достижений. Ну, то есть, когда человек что-то делает, 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 и потом, ой, да что я такого сделал-то, а на самом деле... Обесценивание себя, да? Обесценивание себя. И очень хорошо вот в этом моменте вспомнить свои достижения и отпраздновать их. И записать их, да? Записать. Вот именно. И решать, как вы прямо отпразднуете, как вы себя отблагодарите вот за то, что вы это сделали, да? Причём это не должно быть прямо там, да, защита какой-то профессорская. Это могут быть вообще элементарные вещи, что я, например, просто хорошая мама, я великолепная жена, там, да, я самая лучшая подруга, ну и так далее, да? Просто рассмотреть себя со всех сфер, да, и похвалить, да, это называется такое, как в психологии есть такое понятие, когда такое поглаживание, да? Да. Потому что уж критикан, критики-то уж точно в ваш адрес всегда будет много, и ещё мы, например, когда если человек склонен к самобичеванию, там, да, к каким-то, например, чувствам вины, ещё чего-то, и не видит свои вот эти ресурсные стороны, то вот эта письменная методика действительно будет хорошо работать. Да, и там некоторые вспоминали, что я же 10 лет назад права получила, я до сих пор это не отпраздновала, срочно собираю вечеринку, или там, ну, каждый по-своему празднует. Это своего рода, да, присвоение ресурсов. Да. Ресурсов, которые потом тебе необходимы будут для реализации каких-либо следующих идей, да, проектов. Хорошо, у нас есть ещё время, поэтому давай, может быть, мы поделимся с нашими слушателями парой-тройкой ещё каких-то вот таких, прямо, методов, да, письменных практик, которые может сделать любой человек, вот если у него есть в этом желание. Ну, я поделюсь какими-то простыми методиками, которые вот даже там не требуют, может быть, определённой, скажем, настрои, чего-то ещё, просто вот есть время, свободное сел, написал. Мне очень нравится методика, кластер или умная карта. Ну, то есть они построены на одной примерно схеме. Суть в чём? В том, что её можно использовать очень универсально во многих-многих случаях. Можно, не зная там от самых простых и непсихологических, это составление списка вещей, которые нужно взять с собой в отпуск, да, и заканчивая какими-то такими очень погружающими в себя вещами, допустим, проанализировать свой день, свою жизнь, какую-то ситуацию. То есть вы берёте лист бумаги и в центре записываете слово или ситуацию, ну, буквально в двух словах, которые вы хотите поисследовать. Ну, например, слово «любовь». Любовь. Но «любовь» — это очень будет абстрактно. Я бы сказала, может быть, там, «любовь в моей жизни сейчас» или вот как-то так. Но можно и абстрактно. То есть, опять же, нужно понимать, что чем абстрактнее вы исследуете, да. Тут, смотря какая задача, если найти что-то конкретное, да, то лучше брать какие-то конкретные ситуации, там, выходы простроить. Если вообще поисследовать себя, да, то можно вот такие широкие понятия брать. Ну, то есть я правильно поняла, если, например, себя, то я пишу там, да, слово «я». Ну, вот в центре, допустим, пишем слово «любовь», а дальше мы пишем в свободном порядке вокруг любые возникающие на эту тему ассоциации слова «любовь». То есть имена, события, каких-то даты, может быть, что-то ещё. То есть вообще в свободном порядке. Всё, что для тебя является вот этой любовью, да? Да, а потом мы уже, когда вот это всё выгрузили из головы, перед нами уже какая-то картинка. И интересно то, что пока это у нас в голове, мы как-то, может быть, видим только то, что на поверхности. А когда мы начнём это всё дело выписывать, у нас появляется уже такое интересное, я об этом думала. Да, неужели этот мальчик Саша, которого я любила в детском садике, да, ещё в формуле у нас не любит, да, находится? Да, вот. Такие открытия, да, делаешь? После этого начинаем уже соединять как-то по смыслу между собой слова. То есть какие-то в кластеры связывать, что с чем, что из чего вытекает, что к чему идёт. Ну, при всём при этом сам себе объясняешь, да, что, например, семья, там, да, дети, там, муж, это вот один там, например, да? Ну, оно может на листе написаться не рядом, то есть, допустим, тут семья, тут муж, тут что-то, да, и потом просто соединить между собой. Ну, и то есть получится такое, несколько кластеров, которые вот в твоём понимании объясняют это слово «любовь». Очень хорошо таким образом составлять себе кластеры, допустим, кластеры прошедшей недели. Так. Ну, допустим, берём вот сегодня у нас понедельник, мы берём прошедшую неделю и смотрим, а что у нас там, и вообще выписываем все ассоциации, события, что-то ещё, что у нас было. И после этого очень хорошо смотреть просто, а в каком, очень структурировано получается, проанализировать неделю, в чём мы были молодцы, в чём нам нужно, что нам нужно ещё доработать, какие вообще у нас проекты, которые идут долгосрочные, в какой атмосфере прошла наша неделя. То есть это, опять же, такая возможность проанализировать свою жизнь, погрузиться в себя, стать более осознанной. Получается, что письменные практики у нас не только в Новый год, когда мы записываем желание, да, потом сжигаем под бой курантов, давимся и пьём это всё, запиваем шампанским, да, письменные практики, они доступны абсолютно любому человеку ежедневно, можно так сказать, да. Да, главное это захотеть и потом ввести на уровне привычки. Да, вот у тебя уже привычка такая выработалась, что где мой блокнот, дайте мне ручку, я сейчас всё запишу, и если это не записано, мною не описано, следовательно, этого в жизни ничего не было и не состоялось. Ну, мне, например, помогают, вот про себя своим опытом поделюсь, мне письменные практики помогают понимать себя. Когда я готовлюсь к встречам, я делаю большинство упражнений, то есть для меня это такое идёт сразу же какое-то структурирование, чистка головы, осмысление. Потом это такая возможность, может быть, увидеть какие-то вещи, которые лежали, лежат на поверхности, но я их просто не видела, такой инсайд, я такая, о, так вот тут же надо вот это сделать, я просто этого не понимала. Вот, и ещё это возможность как бы для себя что-то прояснять, ну, допустим, какая-то ситуация, которая меня тревожит, либо какая-то ситуация, я не знаю, что, как мне сделать, я начинаю делать тот же самый фрирайд, я пишу, 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 и обычно у меня где-то минуте на седьмой или восьмой уже идёт такое, всё перестраивается внутреннее состояние, идёт чёткий план действий, что надо сделать. И если вот говорить про то, как практики меняют состояние, да, то я сажусь писать в таком состоянии какого-то внутреннего раздрая, да, хаоса, а встаю, я уже такая воодушевлённая, вдохновлённая, апатия проходит, и я понимаю, что мне куда идти, то есть такой ясный… Уже есть какой-то план действий, да? Да, ясный план действий, и вот эта вот внутренняя мотивация, она включилась. Ну, и вот в завершении нашей программы, да, хотелось бы ещё узнать, а как же быть с той категорией людей, которые говорят, сколько бы я не писал себе планов, сколько бы я там не писал красивых речей и фраз, это всё остаётся на бумаге и не реализуется вообще. Вот что это за самосаботаж? Что это? Встречала ли ты такое в практике, и как с этим можно работать? Ну, да, в практике это часто встречается, я сама такая, часто бываю. Тут вопрос в том, что письменные практики – это же не только про написание планов, то есть написание планов – это, скажем так, одна, может быть, там… Веточка из всех, да. Веточка письменных практик, да? А тут, может быть, вот именно поисследовать, посмотреть вот на свои планы, если вы их пишете в какой-то ежедневник один, да, и они у вас не получаются, то просто… Не реализуются, к примеру, да. Просто, да, поработать с этим списком планов, посмотреть что-то, может быть, из него уже для вас неактуально, что-то можно отпустить, посмотреть дела, которые переходят из дня в день, из недели в неделю. И с месяца в месяц, и с года в год, да, в интернете опять видела, да, такие списки? Да, 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 когда там год зачеркивается, планов остается. И пишется в том же самое. Вот, и просто прописать, а для чего вам эти дела? То есть вот просто посидеть и такой порефлексировать при помощи бумаги и ручки на эту тему, что вообще вам это нужно или нет? Да, вот я, например, каждый раз записываю, каждый раз записываю, что, ну вот с сегодняшнего дня я качаю пресс. Пресс, у меня слово пресс. Ну, кто меня видит, он понимает, что пресс девушка не качает. Да, до пресса мне, до такого-то красивого пресса мне, конечно, еще далеко. Но я помню, что первый раз это слово я записала, наверное, в классе 11-го. И с тех пор? И с тех пор я его все время пишу. Может быть, тебе просто слово нравится? Может быть, кстати, как оно пишется, с двумя, я с или с одной. С двумя, по-моему. Отлично. Вот, а вообще, ну, если вот есть такие ситуации, когда постоянно пишут что-то там, например, начать бегать или там качать пресс, да? Да, или там займусь, каждый раз займусь йогой, да? Да, и если оно не случается, да, то надо понять, что вот, а как это делать из состояния, ну, опять же, при помощи ручки и бумаги, а как это делать не из состояния надо, а из состояния хочу? Хочу. А как это можно делать легко и с удовольствием? И вообще, а зачем мне это? Ну, займусь ей йогой. И что? И вот это вот, кстати, такой хороший коучинговый вопрос. Да, и что? И что? А дальше что? И вот дальше, а дальше? Ну, например, там займусь йогой, буду гибкая, красивая. И что? И вот если задавать себе этот вопрос, то можно выйти вот на такую внутреннюю ценность. Зачем это занятие йогой? На самом-то деле, да, для тебя? Да, нужно на самом деле. И когда включается внутренняя ценность, то там уже появляется мотивация. И может быть, путь изменится. Может, окажется, что йога – это не тот путь, а может, есть какой-то… Более короткий? Да, качать пресс. Да, качать пресс. С 11 класса вот так всё, и глядишь на письмо, скоро выйдем, да, и будем качать пресс. Ну что, сегодня мы говорили о письменных практиках. Спасибо большое, Лена, тебе за щедрые прямо такие, да, методики, которые ты нам дала. Мы будем их использовать. Ну и, конечно, будем ходить к тебе на встречи, чтобы задавала ты нам вопрос, и что? И что же там будет дальше? Это была программа «Практическая психология». Сегодня вместе с Еленой Скаминой, психологом и коучем, мы говорили о письменных практиках. Не забывайте о том, да, некоторые говорят, что тупой карандаш лучше, чем острый ум, да. Но и я про то, что записывать-то всё надо, да, хорошая поговорка, что и карандаш, и листок бумаги, и ум всё придёт, как говорится, в пору. Если вы занимаетесь самопознанием, если вы занимаетесь саморефлексией, если вы хотите каким-либо вот таким профессиональным образом, да, помочь себе трансформировать какое-то своё психологическое состояние, да. Спасибо, Лена, большое. Спасибо за интерес и за то, что пригласила на программу.